Остаться дома специалисты призывают не только пожилых людей, кому рекомендован режим самоизоляции, но и юных жителей республики. У школьников сейчас осенние каникулы, они совпали с периодом нерабочих и праздничных дней. Чтобы обезопасить себя от опасного вируса, провести длинные выходные лучше дома, в кругу семьи или на свежем воздухе, но избегая скопления людей. Чтобы минимизировать число контактов среди ребят, в республике в первую неделю ноября приостановлена очная работа системы дополнительного образования. Хотя сами занятия не запрещены, их можно проводить в онлайн формате. Школы республики сейчас находятся на плановых каникулах. Они совпали со сроками с 30 октября по 7 ноября. В соответствии с указом главы республики приостановлена работа системы дополнительного образования. Но тем не менее с детьми могут вестись занятия в онлайн режиме. В принципе эта работа уже практиковалась ранее и вопросов у нас она не вызывает. То что касается работы детских садов. В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации в республике открыты дежурные группы. У нас их открыто 469, которые планируют посещать 3787 детей. То есть вопрос этот также находится на контроле. Дополнительно хочу сказать, что в ряде учреждений существует не четвертная система обучения, а триместровая. В этом случае в соответствии с теми же рекомендации Министерства просвещения рекомендовано перенести сроки каникул на более поздние. То есть сейчас все дети разобщены. И я надеюсь, что это даст свой положительный эффект. Ожидает ли школы республики дистанционный формат обучения или в образовательных учреждениях сохранится привычная очная форма, говорить пока рано. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации по коронавирусам, которая в свою очередь зависит от дисциплины каждого жителя республики. Социальное дистанцирование и масочный режим в общественных местах и главное наращивание темпов вакцинации от коронавируса. Только эти факторы сейчас могут помочь разорвать цепочку распространения ковида в регионе. Продолжение следует...